Сегодня, ребята, мы рассмотрим вид крепления, называемый скрытый монтаж или боковое крепление. Потому что все знают хорошо и все привыкли к обычному креплению, стандартному, который вы сейчас видите на видео. Когда вы просто берете обычные дюбеля, просверливаете и потом закручиваете сверху и таким вот образом фиксируете ваш унитаз. И он у вас долго и крепко держится и никуда не девается. Но у этого способа есть, конечно, свои минуса и свои, конечно, неудобства. Первое неудобство это то, что в таких унитазах есть вот такие вот ниши, куда попадает пыль. И во время уборки очень трудно в этих местах вытирать и убирать эти унитазы. Поэтому производители пошли вперед и появился на свет вот такое крепление, так называемый скрытый монтаж или боковой монтаж. По типу крепления оно, в принципе, похоже с обычными унитазами. Единственное отличие то, что все это крепление спрятано как бы в чаше. Что вам нужно вообще для этого сделать? Сначала вы берете свой унитаз, ставите его там, где он будет стоять. И полностью проводите разметку, то есть обводите маркером, карандашом, ручкой. Делайте себе разметку, чтобы видеть, где у вас будет стоять этот унитаз. После того, как вы наметили, вы обязательно вместе, где у вас происходит отверстие и где будет крепление, вы делаете себе небольшую как бы заметку, чтобы видеть, где вам крепить. После того, как вы сделали метки, вы убираете назад этот унитаз и берете рулетку и проводите некоторые замеры. Для чего? Вам нужно теперь от края отмерить где-то сантиметр-полтора до того места, где у вас будет стоять крепление. Эти пластиковые уголки. Для чего это сделано? Потому что по краю у вас будет идти ободок и нужно, чтобы вот эти крепления, они вам не мешали. В любом принципе унитазе, которые идут скрытым монтажом, всегда есть инструкция, которая показана, как их крепить. Вы после того, как вы все достали, расложили, ознакомились с инструкцией, у вас есть два уголка, два дюбеля, чем закрутить, и боковые шурупы. А вот эти пластиковые уголки, это самая главная часть. Вот за счет вот этих отверстий у вас получается, когда вы попадаете уже в боковые отверстия, у вас по-любому шуруп попадает в какое-то отверстие и зажимается. Значит, смотрите, вот то, что я говорил. Вот здесь проходит чаша унитаза, поэтому мы специально делаем зазор где-то сантиметр-полтора. Чтобы у нас потом, когда мы будем надевать чашу унитаза, она хорошо села, и вот эти крепления им не мешали. Смотрите, потом мы берем сверло, дрель и делаем отверстие, после чего уже вот такой вот болтом таким зажимаем. Так как у нас это тут стендис ДСП, то мы просто отверткой и саморезом по дереву загрутили. Чем плюс вот этих еще креплений, смотрите, часто люди приходят и спрашивают, чтобы им старый унитаз сняли, поставить новый и попасть в те отверстия. Вот, очень тяжело стандартные крепления подобрать, так как у них расстояния очень разные, практически везде. А вот эти крепления вы можете как бы регулировать, поэтому в старые отверстия они всегда встанут. После того, как вы проверили и закрутили эти крепления, вы берете свой унитаз и аккуратно попадаете, то есть ставите на свое место. И таким образом, чтобы вот эти пластиковые крепления, они у вас получились в середине. Вот таким вот образом оно все получается. После того, как вы унитаз выставили, вы просто берете и сбоку зажимаете, прижимаете унитаз к этим креплениям, по любому какое-то отверстие оно попадает и зажимается. После того, как закрутили, берете декоративную заглушечку и защелкаете. И таким образом у вас скрывается саморез и будет очень красивый вид на ваш компакт-унитаз. То же самое мы проделаем, в принципе, и на второй стороне. То же самое закручиваем и надеваем декоративную заглушечку. Вот. Какой плюс такого крепления? Во-первых, у вас получается крепко стоит унитаз. У вас современный дизайн, ровная ножка, а это в свою очередь дает самый главный плюс, то что для уборки, когда вы будете его убирать, вам достаточно один раз протереть тряпкой и у вас вся нога уже будет чистая. То есть для уборки это очень хороший вариант. Ну а еще, ребята, хотел вам вообще рассказать, что сейчас очень много производителей делают ровные ножки и такие крепления. Еще мы делали этот обзор на унитазе Сити. Если вам интересно, в правом верхнем углу есть подсказка, можете перейти, посмотреть про этот унитаз, про особенности безободковых унитазов, про то, как их собирать, как их монтировать, как собирать бачок и все внутренности. Поэтому переходите туда, смотрите, я думал информация вам будет полезна, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите новых интересных видео и до скорой встречи. Хорошего вам дня, всего самого хорошего.